Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Ксения Колесниченко, программист компании BI-Consult. Сегодня мы будем выполнять задание по музеям. Это задание 8 дня марафона по кликсенсу от компании Data Yoga. Поэтому я снова уже открыла приложение. Как мы видим, всегда ребята нам присылают для тренировки пустые приложения. И мы для того, чтобы разобраться, что у нас есть, идем смотреть модель данных. Мы видим вот такую большую табличку, одну единственную, с характеристиками музеев. Мы можем ее сдвинуть в сторону, посмотреть, какие здесь координаты даны, какие вообще, какая информация о музеях есть. Так, если вдруг вам не видна эта табличка, вы можете вот так вот сдвинуть вниз ее, а потом снова расширить. Мы идем в само приложение, создаем новый лист, и называем мой новый лист номер 1. Открываем его и начинаем выполнять задание. Первое задание. Построить географическую карту по музеям. Мы идем в перечень диаграмм, выбираем карту. В меню добавим новый слой. Мы выбираем слои. Ну, это, в принципе, программа нам предлагает выбрать, каким способом мы будем отображать данные. Например, да, если вы там прогноз погоды раньше видели, да, то там сразу подсвечивалась сразу вся территория. А если смотреть какие-то другие характеристики, я не знаю, например, среднюю зарплату, численность населения по регионам и так далее, да, то вы видите точки. Ну, есть и другие распространенные слои, вроде линий или слоев диаграммы. Они тоже используются в зависимости от того, какие задачи стоят. Мы в данном случае выбираем слои точек, так как мы будем отображать музеи. Так. Что мы делаем дальше? В качестве измерения мы выбираем конкретный музей, MuseumName. Назовем его так и назовем. В качестве местоположения нам необходимо выбрать созданный заранее мастер измерения Гео. Да, мы его выбираем отсюда. Оно у нас уже есть. Да, это мастер измерения, в котором заданы конкретные точки. Если зайдем в основные элементы, мы увидим, что здесь оно вот так вот выглядит. Создается точка с заданными координатами. Далее мы определяем размеры пузырьков, размеры и формы по фии. Правильно? Нет, по полю рейтинг. По полю рейтинг. Прошу прощения. Прошу прощения. Здесь мы можем менять размер пузырьков от маленьких до самых больших. А цвет мы выбираем настройкой. Да, у вас возможно стоит авто. У нас настройка по измерению фии. Вот так. Такие дела. И, собственно говоря, мы выполнили, что хотели. Можем указать здесь музей. Поработаем с круговыми диаграммами. Построим одну по количеству музеев в зависимости от их оценки. Выбираем круговую диаграмму. В качестве измерения у нас идет оценка. Нет, идет рейтинг. В качестве меры мы считаем количество таких музеев. Museum name должно быть. Мы их каунтим. Собственно говоря, получили, что мы хотели. Вид сделаем такой, как был у ребят из Data Yoga. Так. Цвета легенды сделаем по измерению оценка. Вот. Так и получилось. Настроим для созданного пай-чарта цвета и сортировку. По желанию. Давайте зайдем в раздел сортировка. А, ну, здесь, собственно говоря, либо так, либо эдак. Но мне как-то первый вариант больше нравится. Цвета легенды мы настроили. Переходим к третьему заданию. Создать карту дерева. Сделаем вот такую широкую. А, да, нам нужно еще определить, какой процент музеев получили оценку 5. Оценку 5 получили 7,5% музеев. Так. Возвращаемся к нашей карте дерева. В качестве измерения у нас будет продолжительность визита и рейтинг. В качестве меры количество музеев. Вот так. Нам уже нужно еще определить, в каком музее с самой низкой оценкой проводят более трех часов. Мы для этого нажмем кнопочку «Готово», выбираем «More than 3 hours», и самая низкая оценка здесь как раз один музей. Подводим к точечке. Это музей «The Health Museum», музей здоровья. Вот, нам все известно. Третье задание мы выполнили. Снимаем фильтры и переходим к выполнению третьего задания, ну, четвертого задания. Для этого создадим еще один лист. Это будет мой новый лист номер 2. Построим пузырьковую диаграмму. Для этого мы идем строить точечную диаграмму. Сделаем ее довольно большой. Так, что мы здесь будем делать? В качестве измерения у нас будет «MuseumName». В качестве мер по оси «OX» у нас будет «ReviewCount». А по оси «Y» мы просубмируем ранг. Соответственно, это количество отзывов. Так назовем их. А по оси «OY» это будет позиция в рейтинге. Также мы введем ограничения. Поставим 50. Мы возьмем не все музеи мира. Настроим цвет по «Фи». Так, а знаете в чем проблема? У нас отображаются другие. Мы их все уберем. У нас совсем иначе будет отображаться данные. Так. И что нам еще необходимо сделать для наглядности? Настроим цвет по измерению «Фи». Да, идем в раздел «Цвет и легенда». «Фи» это плата. То есть мы определяем здесь платное или бесплатное посещение музея. Так. И у нас вопрос. Какой бесплатный музей набрал наименьшее количество отзывов, где он находится? Ну, мы можем, собственно говоря, построить еще такую табличку, чтобы было удобнее. Это будет информация о музеях. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Мы можем определить бесплатный музей. Это те, у кого нет платы. Выбираем только те, которые No. Наименьшее количество отзывов. У нас отзывы идут по SEOX. И это, соответственно, музей. Вот этот. Судя по всему. The Nerd Haircut Collection. Выделяем Nerd Haircut Collection. И мы видим, что это музей в Соединенных Штатах Америки. В штате, наверное, Колумбия. Вот так. Все. Мы выполнили наше задание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Кап g